Около тысячи юных мастеров, воспитанников творческих студий, воскресных и общеобразовательных школ, домов культуры, детских садов приняли участие в районном конкурсе «Пасхальный свет и радость». Подсматривать идею у детей в пору взрослым художникам. Столи разнообразны техники и пути решения творческих задач. Вязаных, вылепленных, нарисованных, склеенных, вырезанных, пасхальных и яиц у куличей не счесть. И, как водится, художник испытывает особое чувство, обнаруживая свою работу в составе экспозиции. Сам рисовал или кто-то помогал? Я когда сюда приехала, мне было страшно смотреть на все работы. Я просто увидела свою работу и обрадовалась. Мне, короче, понравилось. Многие работы поражают сложностью глубиной мысли, находчивостью в подборе материала. Вот такой корабль спасения, сделанный воспитанниками воскресной школы храма Серафима Саровского в Голицыне, выполнен из дерева, бумаги и ваты. Ну и как долго вы осуществляли этот замысел? Несколько недель. Трудно было? Ну да, тяжело. Однако они все испытали трудности, многие просто рисовали для души. Я не планировала никакого места, мне просто нравилось, я рисовала. В том, чтобы вот так просто хотелось и моглось рисовать заслуга педагогов, способных увлечь ученика темой, а она непроста. Очень важно, чтобы дети приобщались к радости пасхальной. Понимали, понимали, что смысл жизни, настоящий смысл, радостный, есть только в воскресшем Христе. Воспитанникам воскресных школ подобное приобщение отдаётся легче. Широкое же участие детей разных учебных заведений, их прикосновение к евангельской теме, следствие давнего сработничества администрации района, благочиния, управления образования, комитета по делам молодежи, культуре и спорту, руководство Захаровского сельского поселения. Глава района Андрей Иванов даже учредил собственный приз для победителей. Свои подарки видеокамеры вручил и отец благочинный. Традиционно самых маленьких наградил меценат Вячеслав Киреев, как и глава сельского поселения Мария Матылёва. Подобный конкурс имеется лишь в нашем районе. Формально это носит название «Духовно-нравственное воспитание молодежи». Но дети об этом не думают, они живут творчеством. Возможно, кто-то из участников первых лет теперь помогает своим детям изготавливать поделки для конкурсной экспозиции. К тому же Захаровский праздник – площадка для демонстрации многих творческих способностей.